Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Постепенный выход из вынужденных каникул. В Самарской области еще несколько предприятий начнут свою работу с понедельника. Въезд в город с комфортом. В Самаре начали ремонтировать путепровод на Смышляевском шоссе. Вода, вода, кругом вода. В Самарской области в этом году раннее половодье. Режим повышенной готовности продлен на неделю. Об этом сегодня сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он провел заседание оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19. Впервые мероприятие прошло в выездном формате в Елховском районе. Члены правительства и представители федеральных ведомств в режиме видеоконференции подробно обсуждали, как будут работать предприятия области в ближайшие недели и стоит ли продлить режим самоизоляции для жителей. Известно, что с понедельника, 13 апреля, в регионе возобновят работу специалисты еще нескольких сфер. Откроют двери ЗАГС, МФЦ, миграционные службы, организации, имеющие медицинские лицензии, химчистки, обрабатывающие производство, фирмы, занимающиеся ремонтом компьютеров и предметов личного потребления, средств хозяйственного бытового значения, а также уборкой и дезинфекцией. Все эти организации будут работать как дистанционно, так и по предварительной записи. Так, например, сотрудники МФЦ начнут выдавать индивидуальные приглашения за документами тем, кто подал заявку до 30 марта 2020 года. Руководители предприятия обязаны вывести на работу минимальное количество сотрудников, необходимых для бесперебойной работы. Такие правила будут действовать в регионе до 19 апреля. Также работодатели обязаны соблюдать все меры предосторожности, принимаемые в целях предотвращения распространения COVID-19 в Самарской области. Коллеги, давайте еще раз все-таки посмотрим, какие есть у нас дополнительные для этого возможности. С одной стороны, чтобы не создавать угрозы, с другой стороны, чтобы людям глоток свежего воздуха все-таки дать возможность, сделать. Мы рекомендуем продлить режим самоизоляции, включительно по 19 число. Мы понимаем, что это испытание, которое необходимо выдержать всем нашим жителям, учитывая, что таких условий раньше у нас не существовало. Это инфекция новая. Отметим, за прошедшие сутки в регионе выявили два новых случая заражения коронавирусом в Сызране и в Волжском районе. Теперь число заболевших с начала пандемии достигло 20 человек. В медучреждениях остаются 6 инфицированных, 14 человек уже выписаны. Также стало известно, что в Самаре закроют для посещения городские кладбища с 11 до 30 апреля. Исключением станут только похоронные службы. Кроме того, до мест захоронений будут отменены специальные маршруты. Такие рекомендации регионам дали и федеральные власти. Это мера, как считают представители Русской Православной Церкви, разумная, которая обезопасит людей во время пандемии. Ну а в Самаре начали ремонтировать Смышляевский мост. Рабочие уже закончили фрезеровать проезжую часть протяженностью около 300 метров. Скоро здесь начнут укладывать новый асфальт. Подрядчик задачей справляется. В этом лично убедилась глава города Елена Лапушкина. Подробности в репортаже Анатолия Головко. Глава Самары Елена Лапушкина побывала на Смышляевском мосту, который начали ремонтировать 8 апреля. Специалисты уже срезали верхний слой разбитого асфальта на полосе по направлению из города. Сейчас они занимаются ремонтом деформационных швов. Их будут заливать высокопрочной мастикой. Путепровод, общая площадь которого составляет 6300 квадратных метров, будут ремонтировать по особой технологии. Подрядчик дает гарантию на 5 лет. Я говорил вначале, либо литым асфальтом, либо мастикой. Мы полностью зальем мастикой, она встанет и будет лучше. Она прочее будет держать, чем литой асфальт. Вот примерно такая технология. Представители городских властей подчеркивают, с задачей нужно справиться в срок до конца апреля. До 9 мая мы сегодня закончим. До 30-го задача стоит. Я думаю, все понимают, что здесь будет жесткий, бешеный контроль. Водители, которые постоянно ездят по Смышляевскому мосту, с нетерпением ждут окончания ремонта. Жду не дождусь, когда закончится ремонт Смышляевского моста, потому что он был постоянно убитый. Сейчас вот начали его делать. Дай бог, чтобы сделали побыстрее. Помимо проезжей части, на пути проводе приведут в порядок бордюры и покрасят перила. Для удобства пешеходов здесь должны отремонтировать тротуары. Анатолий Головко, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Тотальная дезинфекция. В Самаре обрабатывают специальными средствами скверы, парки, улицы, остановки. Для уборки города задействовали около 300 единиц спецтехники. Из них 33 проводят дезинфекцию. Подробнее в сюжете Елены Малютиной. Инопланетянин, космонавт, сталкер. У людей в костюмах химзащиты в социальных сетях появились десятки прозвищ. Но им самим не до шуток. В круглосуточном режиме сотрудники МЧС дезинфицируют остановки. В тандеме с городскими службами благоустройства они работают три дня. В каждой машине около 6000 литров. Этого хватает, чтобы помыть с десяток остановок. В день одна бригада дезинфицирует около 25 остановочных павильонов. Дезинфицируют и улицы. Особое внимание уделяют тем, по которым ходит общественный транспорт. В день коммунальщики обрабатывают около 70-80 улиц. В Самаре задействовали около 300 единиц спецтехники. Из них 33 проводят дезинфекцию. По технологии сначала идут автомобили, которые занимаются мойкой улицы. Где-то через 20-30 минут проходят автомобили, которые занимаются уже орошением санитарным средствами. Наводят порядки и проводят дезинфекцию в парках и скверах. Здесь моют пешеходные дорожки, лавки и мусорные урны. В уборке города ежедневно участвуют более 450 сотрудников всех муниципальных предприятий. До усиленного режима самоизоляции мы обрабатывали чистой водой скверы, мыли. Именно мыли. Где-то в среднем два раза в неделю производилось помыв. Сейчас производится дезинфекция с добавлением хлоринол-Б, с добавлением моющего средства. В Самаре около 140 скверов, парков и общественных пространств проходят дезинфекцию уже по второму разу. В городе также проходит месячник благоустройства, без привлечения населения. Елена Малютина, Николай Сидоров, События. Самоизоляция на контроле. В Самарской области полицейские проводят проверки. Прогулки в парках и скверах под запретом. Выходить жителям можно только в магазин, аптеку или чтобы вынести мусор, не дальше 100 метров от дома. Соблюдают ли правила в поселке Новосемейкино, увидела наша съемочная группа. После ввода режима самоизоляции улицы поселка Новосемейкино заметно опустили. Жителей встречают в основном возле магазинов и аптек. Полицейские, сотрудники Роспотребнадзора и общественники проверяют у прохожих документы. Напоминают о правилах безопасности в период пандемии. Сотрудники полиции проводят разъяснительную беседу с гражданами, которые находятся на улице. Объясняют им необходимость максимально сократить контакты и находиться желательно по месту жительства. Проверили и работу магазинов, кафе и пекарен. Для них на время карантина прописаны особые условия работы. Согласно указу, который дал губернатор, у нас осуществляется продажа продукции на вынос. И только на вынос. Нарушителей в этот раз контролера не выявили. Жители региона выполняют постановление губернатора о самоизоляции. Людям напоминают, каждая прогулка сейчас – это риск для здоровья. Общественные места в регионе по-прежнему закрыты для посещения. Лариса Шлафаст, События. Семьям с детьми окажут дополнительную поддержку в период пандемии. По поручению президента с апреля по июнь будут назначены выплаты по 5000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Эта выплата положена всем семьям, у которых возникло право на материнский капитал. Или возникнет до 1 июня 2020 года. Также выплату могут получать семьи, которые уже распорядились средствами материнского капитала. Деньги на выплаты направят из федеральной казны. Важно, что выплаты не уменьшат сумму материнского капитала. Пенсионный фонд будет принимать заявление от семей до 1 октября. Для подачи заявления необходимо и достаточно обратиться в личный кабинет на сайте пенсионного фонда, оформив соответствующее заявление, где необходимо указать реквизиты счета для перечисления средств. Никаких других документов подавать семье не нужно. В случае необходимости пенсионный фонд сам истребует необходимые документы из соответствующих структур или ведомств. Налоговые льготы и кредитные каникулы. Самарским предпринимателям оказывают меры поддержки бизнеса в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. Особое внимание сферам, которые больше всего пострадали от режима самоизоляции. Подробности в следующем сюжете. В связи с парализацией деятельности нашей компании, вновь было принято решение обратиться с заявлением гарантийного фонда о предоставлении кредитных каникул. Наше заявление было очень оперативно рассмотрено работниками гарантийного фонда. И уже через несколько дней мы подписали дополнительное соглашение к договору о предоставлении срочки платежа сроком на 6 месяцев. Предприниматели, наиболее пострадавшие от пандемии, могут сохранить зарплату своим сотрудникам. Банк, оказывающий помощь среднему и малому бизнесу, начал выдавать кредиты для этой цели под 0%. Оформить займ можно также дистанционно. Банк продолжает свою работу на удаленном режиме. Все сервисы банка доступны, работают. Мы готовы принимать заявки на кредитование онлайн посредством нашей системы АИСНГС, с сайта smbnfin.ru. И готовы оперативно отрабатывать все поступившие заявки. Помимо этого, гарантийным фондом Самарской области, совместно с региональным министерством экономического развития, разработан новый продукт по микрозайму. Его ставка 1% годовых, сумма от 200 тысяч до 5 миллионов рублей, выдается на срок до 3 лет. При этом погашать кредит можно только через полгода. Главное условие – потратить деньги можно только на определенную цель. Эти денежные средства должны быть направлены на производство продукции или покупку оборудования для производства такой продукции противоэпидемической, производство средств защиты, производство продукции, направленной на дезинфекцию, лечение, профилактику этих заболеваний. Кроме того, по условиям, названным выше, можно получить деньги не только на производство противоэпидемической продукции, но и на закупку этих товаров. Также региональное правительство отмечает, что по мере необходимости будут вводить и другие меры поддержки. Подробную информацию можно найти на сайте «Мой бизнес 63». Андрей Грагуленко, Василий Колдашов. События. Самоизоляция – идеальное время для того, чтобы научиться чему-то новому. Например, готовить сложносочиненное блюдо, освоить иностранный язык или игру на гитаре. Известный музыкант, наш земляк Борис Бурдаев, специально для нашего канала записал, как он проводит эти дни. Привет самарским жителям, привет всей Самарии и ее окрестностям. Меня зовут Борис, и я также, как и вы, сижу в изоляции и просто развлекаюсь с моими любимыми игрушками. Таких, слава богу, у меня очень много. Собственно, куча гитар, маленькие гитарки, большие гитарки, разные клавиши и так далее. И я это время использую с пользой для своего личностного роста, творческого роста и вообще с пользой для своего ментального здоровья. Собственно, самосовершенствование – это главное, то, чем сейчас стоит заниматься. Поэтому у вас есть для этого время, возможности. Не забывайте уделить себе как можно больше внимания. И я вам предлагаю просто больше развлекаться и играться с тем, с чем вам больше всего нравится играться. Так что, здравствуйте, игрушки! Ранняя весна и раннее половодье. В этом году гидростанция начала сбрасывать воду на месяц раньше обычного. И разлив сейчас идет вовсю. Эксперты говорят, что из-за погодных аномалий этого года подтопления будут минимальны. К чему готовиться, расскажет Мария Левина. Для этих пернатых раннее половодье только в радость. Целые стаи диких лебедей нежатся на солнце. Поля превратились в озера. Обычно сброс воды на гидростанции в это время только начинается. А в этом году пошли с опережением на месяц. Сбросили первую воду еще в начале марта. Март у нас оказался самым теплым с 30-го года. По Самарской области средняя температура оказалась выше 2,2 градуса с плюсом. Это выше нормы практически на 8 градусов. Поэтому и половодье у нас началось раньше. На Верхней Волге половодье уже закончилось. Жигулевская ГЭС к паводку готовилась заранее. Там заменили часть оборудования. В бассейне водохранилища подготовили водные запасы. Расписание сброса контролируется федеральным ведомством. С учетом каскада всех волжских водохранилищ. Мы не ожидаем каких-либо серьезных явлений в части затопления территории или подтопления каких-то участков. Надеемся, что паводок будет проходить в спокойном режиме. Необходимо отметить, что в зависимости от развития гидрологической ситуации, а также погодных условий, рост водоресурсы могут откорректировать указанные графики. Сегодня и завтра сброс воды будет со скоростью 21 500 кубических метров в секунду. На следующей неделе темп увеличат на максимум 23 500 кубических метров в секунду. А с 18 апреля и до конца месяца начнут сокращать. Максимальный среднесуточный объем сбрасываемой воды на Жигулевской ГЭС за всю историю 25 000 кубических метров. Связь с половодией и прогнозы погоды прямая. Оно зависит от количества снега и состояния почвы. Вот в прошлом году, например, выпало рекордное количество снега. В этом году была так называемая европейская зима. На следующей неделе ожидается максимальный сброс в Волгу. И значение воды у берегов Самары достигнет 32 метров. Эта цифра мало чем отличается от прошлогоднего значения. И природный баланс как раз-таки достигнут за счет состояния почвы. Все дело в том, что осенью 2018 года была засушливая погода, а дождей почти не было. А вот осенью 2019 с осадками проблем не было. Несмотря на раннее половодие и увеличение сбросов, прогнозируемый уровень воды в Волге ожидается все равно меньше нормы. Это означает, что подтопления в этом году минимальны. Синоптики обещают холодные и дождливые выходные на этой неделе. Ночью с минусовыми температурами. Но так как дело идет к лету, холодный фронт с осадками задержится в регионе ненадолго. И уже в середине следующей недели в Самару снова вернется солнце. Мария Левина, Николай Епифанов, Сергей Баскин, Михаил Матвейшин. События. Самарских рыбаков спасли инспекторы Росрыболовства. Выйдя в рейд, они обнаружили двух мужчин, застрявших в одном из заливов Волги. У них сломался лодочный мотор. В операции спасения принял участие и Сергей Кизоркин. Рыбак Алексей Смирнов вместе с товарищем, по иронии судьбы, оказался в самоизоляции в одном из затонов Волги. Сломался лодочный мотор. Рыбу не поймали, зато зарядились адреналином. До самого лета. Ведь через неделю рыбалка будет запрещена. До 10 июня. Спасли рыбаков из речного плена инспекторы Росрыболовства. Мы старались, изолировались. Видите, тут больше никого нет. Ну, здоровый образ жизни. Мы не выпиваем ничего, просто отдыхаем душой и телом. Рыбачить с лодки на реках и озерах можно до 20 апреля. Затем ловить рыбу тоже можно. Но только с берега. Одной удочкой с одним или двумя крючками. Такие ограничения вводятся из-за нереста. Впрочем, и после 10 июня набивать лодки трофеями также запрещено. В одни руки не более 5 килограммов рыбы в сутки. Кроме осетровых пород. Их имеют право ловить только специальные артели. Рыбу надо ловить размера того, который у нас в правилах указан. Не грешить этим, что вышибать мелочь. Не баловаться сетями. Категорически нельзя применять электроудочки. Как избежать поклевок мелочи? Просто крючок взять побольше, наживку покрупнее. Наша задача, как орган надзирающего, ни в коей мере не отвадить людей от рыбалки, а объяснять и пытаться до людей достучаться, что это наше достояние общее. Во время рейда инспекторы Росрыболовства обнаружили несколько запрещенных снастей, установленных на реке, и немногочисленные компании отдыхающих. На первый раз с ними провели профилактическую беседу и попросили вернуться домой, соблюдать режим самоизоляции во время эпидемии. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События. Задержали по горячим следам. В Отрадном полицейские поймали мужчину, похитившего сумку у 84-летней пенсионерки. Найти злоумышленника помогли камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что он уже имеет судимость. Подробности в нашем сюжете. Уважаемая Мария Ивановна, вчера у вас открыто похитили сумочку с документами. Очень неприятно было. Сотрудники отдела Министерства внутренних дел по городскому округу Отрадный нашли преступника и изъяли в ходе обыска ваши документы. Мы вам их возвращаем. Впреки, пожалуйста, будете осторожны и аккуратны. Нападение на женщину произошло на улице Первомайской, неподалеку от дома, в котором она проживает. Пенсионерка отправилась в ближайший магазин за продуктами и даже не услышала, как ее догнал злоумышленник. Шла за хлебом. На улице ни души. По случаю карантина. Я и не слышал, когда кто-то дернул за сумку. В левой руке у меня сумка дернул за сумку. Я думаю, кто-то пошутил. Поворачиваюсь. Я его лицо даже не видел. Я вижу, что мужчина. Он начал вырывать сумку, и я упал. Он дернул за сумку, и я упал на землю. На земле-то тут уж он вырвал, все-таки сумел у меня в сумку, убежал. Все, легко ему, быстро, одна минута. В сумке у пенсионерки были 10 тысяч рублей, мобильные телефоны, документы. Мария Ивановна попыталась догнать незнакомца, но ему удалось скрыться. Навстречу шла женщина, которая и позвонила в полицию. В дежурную часть отдела МВД России по городу Отрадному Самарской области поступило по телефону сообщение от жительницы города, которая сообщила нам о том, что в отношении женщины пожилого возраста совершено преступление. Неизвестный мужчина вырвал у нее сумку. К месту происшествия тут же выехала полиция. Следственная группа изучила записи с камеры видеонаблюдения, на которых узнали в убегающем мужчине местного жителя. Ранее судимого за разбой. В Орне неподалеку от места преступления нашлись документы, а вскоре полицейские выяснили и адрес подозреваемого, в квартире которого в ходе обыска нашлись похищенные сумка и ключи. Деньги он успел потратить на продукты. Мужчина пояснил, что после освобождения работал, а на преступление пошел, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Освободился как давно? В 2018, в августе. И чем занимался все это время? Работал. Кем? С лапочкой. Что, маленькие деньги что ли? Хорошие деньги? Малые. Хорошие деньги. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Задержанному грозит до 4 лет лишения свободы. Виктория Шарая. События. Театр в режиме онлайн. Самарт провел в социальных сетях трансляцию своего спектакля «Азбука Льва Толстого». Постановку показывали на российских и международных фестивалях, а теперь ее смогли увидеть юные самарцы, которые сейчас находятся на самоизоляции. Посмотрел спектакль в новом формате и наш корреспондент. Запись спектакля «Азбука Льва Толстого», которую показали самарцам, Самарт представил на театральном фестивале в Акинаве. Как говорит режиссер постановки, нужно было сделать так, чтобы местная публика его поняла. Поэтому на сцене, помимо самарских артистов, играли два японских актера на родном языке. Режиссер общался с ними через переводчика, но вскоре они начали понимать друг друга уже интуитивно. Я делаю замечание японскому артисту на русском языке. Рядом со мной сидела в этот момент японская переводчица. И я, забыв, что она не говорит по-русски, прошу ее перевести свое замечание. Она тут же молниеносно по-японски переводит. Она мне по-английски пытается объяснить, правильно ли она сделала замечание. И я говорю «да». Спектакль поставлен по нескольким известным рассказам Льва Толстого, написанным для детей. То, что актеры на сцене говорят на разных языках, ничуть не мешало им играть. Дети видят в постановке яркие и красивые образы, взрослые, новую интерпретацию известных историй. Следующая онлайн-премьера «Самарта» состоится 17 апреля в 18 часов. «Самарцы» смогут посмотреть спектакль «Фальшивый купон». Это постановка Поповица Льва Толстого. Трансляция будет доступна на канале Театра «Самарт» в Ютьюбе. Олег Зверев, Семен Безгинов. События. Эксклюзивно на телеканале «Самара ГИС» в эти дни можно будет посмотреть трансляцию спектакля театра «Самарская площадь». Уже в это воскресенье, 12 апреля в 15.25 будет показан спектакль «Чайка» по пьесе Чехова в постановке Евгения Дробышева. Продолжительность спектакля 2,5 часа. А через неделю, 19 апреля в 16.20, зрители «Самары ГИС» могут увидеть комедию Гоголя «Женитьба». Также в программу трансляции включены театральная клоунада «Играем Битструпа», комедия «Роддом» по пьесе Алексея Слоповского «ЗЖЛ рождение» и его же «Комитрагедия не такой, как все». Нина, не уезжайте рано, я умоляю вас. Нельзя. А если я пойду к вам, я буду всю ночь стоять в саду и смотреть на вас. Друзья, тут вас заметит, что я теперь знаю, еще не привык к вам, будет лайк. Я люблю вас. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, оставайтесь дома и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова